Шайрак Мы сейчас о тебе позаботимся Я хочу к своим настоящим родителям Гуи Йелланд Оператор Дэнни Баттерхем Художники по костюмам Джуди Маккалом Кью Рэмксен, Мария Вайлун Композитор Ян Дэвидсон Продюсер и режиссер Нойл Прайс Доброе утро Такой прекрасный день Для начала твоих занятий в школе Ты довольна? Я нашла книгу о детях В ней сказано Что свежий воздух Физические упражнения И регулярные занятия Ключ к счастью ребенка Так что Начинаем с сегодняшнего дня Ты встаешь и бежишь на речку Будешь плавать 20 минут А затем бежишь обратно домой Затем должна съесть полезный завтрак И пойти в школу После школы Я не собираюсь идти ни в какую школу Нет, пойдешь Сейчас же поднимайся Нет Кэти Взгляни Я это не одену Но я сделала это специально для тебя Тогда вы зря потеряли время В любом случае Я не останусь долго в вашем идиотском мире Мэг вернется и заберет меня Конечно же он вернется Но пока он не пришел Озволь нам ухаживать за тобой Лэм Выйди Кэти не может одеться Пока в комнате мужчина Зачем ты говоришь Что ее друг вернется? Мэг ее воображаемый друг В книге сказано Что это совершенно нормально Иметь таких друзей Я всю ночь не спала Шила это платье Я хочу, чтобы ты хорошо выглядела В твой первый день в школе Не могла бы ты хотя бы его примерить? Пожалуйста Для меня Почему ты не дашь этого сделать механизмом? В книге сказано Что еда для ребенка Должна быть приготовлена с любовью Механизмы не испытывают любви Кэти Ты так прекрасно выглядишь А по-моему нелепо Тебе понравилось плавать? Вода была практически замерзшая Я плохо себя чувствую Что у тебя болит? Голова Можно я поеду на прием к доктору Элвор? Не будь такой глупой, Гри Уин В книге сказано Что дети часто притворяются больными Чтобы не ходить в школу Сейчас же сядь, Кэти И доешь твой завтрак Что это такое? Следи за своими манерами, Кэти Твоя мама сварила это сама В книге сказано Что эта пища сделает тебя рослой и сильной Открой ротик Я не младенец, мне уже почти 15 Когда у тебя день рождения? Мы устроим праздник Каждый захочет на него прийти Все они принесут тебе подарки Мы устроим маскарад Я одену мой костюм цыпленка Там будет очень весело Друзья мои, слушайте меня Мы были вынуждены оставить нашу землю из-за засухи Я обещал, что отведу вас в другие новые земли Я сдержал свое обещание Но великий дракон сказал, чтобы мы уходили отсюда прочь Уйдем ли мы отсюда? Нет! Заставим ли мы великого дракона встать на колени Чтобы он начал смиренно молить нас о милости? Да! Шарак! 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 Вы уверены, что сможете контролировать этого маньяка? Я смогу его контролировать столько, сколько он будет нужен Но он будет нужен не так уж долго У меня ужасные новости Наш оракул разрушен Мы не должны впадать в панику Мы не можем работать Как мы будем узнавать, что нам делать? Неужели вы стали беспомощными детьми? Наши предки жили безо всякого арахула Пока он не будет подчинен Мы должны будем жить так же Не бойтесь, оно вас не тронет Кэти? Джош! Где они? Где они? Кэти убежала вместе с Мэком от Ашки на корабле Они забрали у нее маску А где Джош? Ашка увезла Джоша с собой Никто не знает, куда они поехали Мы потеряли их опять Ашка Ашка Послушайте, Ашка Если Шарак перейдет границу, то будет битва Множество людей будут ранены и убиты Вы должны ему сказать, что будущее изменилось И вторжение должно провалиться Ничего не изменилось И вторжение будет удачным Без меня вы не сможете поддерживать Шараке веру Что вы предсказываете будущее Я предскажу твое будущее Помешай мне только И никогда не попадешь домой Мы готовы, чародей Покажи нам свое колдовство Я привлекаю сюда силу чародеев Воин, охраняющий границу Я приказываю тебе исчезнуть Теперь можно истить Предлагаю тебе пойти первой Возможно, Оракул снова заработал Воин может опять быть здесь Мой помощник пройдет по этому пути Мой помощник пройдет по этому пути Пошлите гонца в другой ладе. Теперь путь открыт. Твое колдовство подействовало. Страна великого дракона наша. Куда подевались все люди? В городах началась эпидемия, поэтому все перебрались в сельскую местность. После того, как было открыто лекарство, никто не захотел вернуться. Теперь механические люди следят за городом. Так что мы можем помнить, какими мы когда-то были. Ты узнаешь об этом подробнее в школе. И еще научишься читать и писать. Я уже умею читать и писать. Я начала ходить в школу, когда мне было шесть лет. Ты уж лучше не рассказывай таких историй судьям. Говори только тогда, когда с тобой разговаривают. А вот и она. Это она. Она идет. Вот и мы. Освободите дорогу. Проходи, Кэти. Пропустите нас. Прошу вас, освободите дорогу. Пустите нас. Пропустите. Отойдите, отойдите. Уйдите с дороги. Отойдите. Благодарю вас. Добро пожаловать, Кэти. Ты пришла сюда, чтобы узнать нашу историю и мировоззрение. Тогда ты сможешь жить между нами. Теперь веди себя хорошо, девочка, и слушай внимательно. Сядь, Кэти. Судья Уэллес будет твоим первым учителем. Общество бессмертных есть самое справедливое общество, какое только люди могут создать. Благодаря нашим механизмам ни один человек не должен работать, если он не хочет. Нищета и преступность не существуют. Каждый повинуется закону безо всяких сомнений. Кто создает законы? Замолчи, Кэти. Вопросы задавать нельзя. Как я могу учиться, не задавая вопросов? Законы создают судьи. А как можно стать судьей? Все мужчины занимают эту должность по очереди. Каждый судья служит в течение десяти лет. Это превосходная система. Благодаря ей все люди счастливы. Так что же, женщин-судей не бывает? Конечно же, не бывает. Почему? Научно доказано, что мужской мозг больше, чем женский. Поэтому мужчины более разумны. Это научное доказательство. Мозг Кэта гораздо больше мозга мужчины. Так что ж, Кэти, ты должна становиться судьями. А в чем хватит уже, Кэти? Женщины так же разумны, как и мужчины. Там, откуда я пришла, женщины бывают и врачами, и учителями, и учеными, и... Господа судьи, очевидно, что Лэм не в состоянии контролировать свою дочь. Я предлагаю забрать ее у него и отдать человеку, который сможет приучить ее к дисциплине. Это будешь ты, я думаю. Молчи, женщина. Нет уж. Кэти моя дочь. И я не позволю, чтобы он ее забрал. Видите, господа судьи, Лэм не может контролировать и свою жену, а не только ребенка. Отдайте ее мне. И я обещаю, что она будет вести себя как надо. Это я ее нашел. Кэти принадлежит мне. А как насчет всех оставшихся? Почему только два человека имеют возможность быть родителями? Господа судьи. Дитя слишком большая ценность, чтобы им владел только один человек. Она должна быть поделена между всеми нами. Господа судьи, ваше решение не может быть изменено? А почему нет? Нет, может быть изменено. Всякое решение можно изменить. Прошу вас, прекратите сейчас же. Прошу вас. Прекратите это немедленно, я прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Пожалуйста. Девочка. Девочка убегает. Остановите. Остановите ребенка. Х1 Х1, вези меня к доктору Элву Х1, стой За мной Вы трое, бегите туда Вы трое, бегите туда Ты не должна убегать, Кэти Ты доказала, что Лэм не достоин владеть тобой Когда я тебя приведу обратно Судьи сделают тебя моей Попалась Отпустите меня Помогите Отпустите меня А ну, отпусти ее Уходи, Гуин М2, иди сюда Делай, что я сказал, женщина Этот мужчина перегрелся, полейте его Гуин Кэти, скорее Жасмина, Жасмина Джош Джош Я уже шла во дворец Ты не мог дождаться? Уходи отсюда Отойди от нее Отец Послушай меня Этот демон тебя заколдовал, он хочет тебя утащить Нет, вы не понимаете На помощь, демон вернулся, на помощь, на помощь Отец, он не демон Что такое? Варвары идут сюда, предупредите великого дракона Он лжет Нет, я знаю, что вы меня ненавидите, зачем же мне возвращаться к вам? Чтобы украсть мою дочь Дайте ему сказать, отец Нет, он скажет что угодно, чтобы спасти свою шкуру Отведите его на площадь Мы должны решить, как он будет наказан Нет Отец Что вы делаете? Выслушайте меня Просто отпустите меня, я должен предупредить Заткните им, урод Ты украл наше золото и обещал нам чудеса Но ты врал нам Не будьте глупыми Джош не виноват Он не виноват во всем этом Он околдовал тебя, Джасмина Оставь его нам Шарак и его варвары уже на пути сюда Только пошлите кого-нибудь вниз по дороге, чтобы тот взглянул Пожалуйста, послушайте меня, прошу вас Вы должны меня послушать Джасмина, вернись Видите, он обратил мою дочь против меня Как мы должны наказать его? Понимаете, я из другого мира Мои родители сейчас во дворце Я личный друг великого дракона Ну, послушайте меня Мы в безопасности? Ты моя дочь, Кэти Я никому не позволю отнять тебя у меня Спасибо, Гуэнг Я всегда буду помнить выражение лица у Хьюга Я уже лет пятьдесят не получала такого удовольствия Гуэнг На что это похоже быть бессмертной? Сперва это было как воплощение всех желаний Мы думали, что можем делать все, что угодно Все, что захотим Звучит заманчиво Это длилось недолго Пойдем со мной Я потратила пятьдесят лет на то, чтобы научиться рисовать Что ты думаешь о моих работах? Они не плохие Они ужасны Бессмертие не сделало меня талантливой Поэтому я это бросила У меня было больше успехов в музыке и поэзии Но после того, как столько лет занимаешься одним и тем же Становится скучно Но наверняка вы могли бы найти и другие занятия Вы могли бы найти новое содержание жизни Расширить ваши знания Для чего? Если нет детей, чтобы их можно было всему этому научить? Довольно скоро каждый новый день стал таким же, как предыдущий Но с твоим появлением все изменилось Как ты посмела так поступить с Кьюго? Я защищала Кэти Это правильно Родители должны защищать своих детей Замолчи Гуин Кьюго обвиняет тебя в нападении В нападении? Да я только полила его водой Судья ждет снаружи Он хочет тебя видеть немедленно Вас обеих Гуин Нападение – самое серьезное преступление Я только пыталась защитить моего ребенка Отдайте мне девочку И я забуду об обвинении Ты никогда не получишь мою дочь Прочь с дороги Глэм, пропусти меня Глэм, это насилие Это он начал Глэм меня ударил Вы все это видели Он должен быть наказан Я забираю эту девочку себе Ты толкнул мою жену Прекратите это немедленно Никто из вас Не имеет на нее права Позвольте мне ухаживать за ней Да У нас хороший дом Ты будешь с нами счастлива Что ты можешь знать о воспитании детей Ты не в состоянии коров, как следует вырастить По крайней мере, мой муж не дерется Как насчет этого? Дом Кэти здесь Я не позволю вам ее забрать Прекратите это немедленно Подойди сюда, девочка Много лет мы жили без насилия А теперь, благодаря тебе, мы начали драться друг с другом Ай, я с вами жить не хотела Замолчи Единственное решение, это поделить ее Это и мое решение Каждая семья будет держать ее у себя в течение месяца Я приготовлю расписание Но девочка вырастет, прежде чем побывает во всех семьях Нет, это неправильное решение Это только послужит причиной больших раздоров Тогда ей нужно вколоть лекарство бессмертия Она останется ребенком навсегда Ведите Ведите ее в больницу Нет, я не хочу быть бессмертной Гуин, помоги мне Вы не можете этого сделать со мной Гуин Прошу вас, не делайте этого Я не хочу быть всегда ребенком Мы даем тебе великий дар бессмертия, девочка Представь себе все те вещи, которые ты сможешь сделать Я не хочу этих вещей Мне нужна моя собственная жизнь Не надо Скоро все кончится И ты будешь одной из нас Нет 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 Субтитры создавал DimaTorzok